и вновь я приветствую вас мои дорогие друзья с вами как всегда дезертируй к сожалению в прошлый раз нам пришлось уничтожить планету но это было неизбежно ладно шакураса больше нет он ушел вечную ночь однако традиции которые родились там останутся с нами навсегда ты считаешь это возможно матриарх намного больше чем ты думаешь о танец что например ты знаешь о пути тени немного твой народ тщательно оберегает свои секреты это наш самый священный обряд посвящения посвящаемая остается одна среди теней из которых на нее нападают другие члены племени если она проходит испытания то становится темной охотницей истинным темным тамплияром зачем ты мне об этом рассказываешь ты один как настоящий темный тамплиер выстоял против бесчисленных врагов рискуя своей жизнью ради других ты пошел нашим путем путем тени ты более не связан с халлой отныне ты темный тамплиер а вот этот поворот артанис против своего или случайно стал темным тамплиером это при том что он вначале был ярым противником темных темплиеров а макей если бы я только прислушался к предостережению зератума вот тогда бы возможно ничего обо этого не произошло одно и не прислушался мы потеряли к халлу а теперь и шакурс однако мы все еще живы и это уже немало здесь согласен да что живы это значит что можете биться не могу поверить что ты выжил в бою в храме и ирарх ты использовал какую-то оружие о котором я не знаю возможно по крайней мере не разимы теперь в безопасности надеюсь мы сможем спасти и наших собратьев на айвре попробуем думаю тебе следует избегать физического контакта с ключом и ирарх невероятная низкая скорость распада ни один материал так себя не ведет если только если только что ладно гармонизация звездные врата и заводы робототехнику мы это уже видели ладно окей нам открыли такую штучку замечательным пассивный эффект нам принципе тоже открыли причем открыли по той причине что если мы допустим вложимся вот сюда то есть у нас будет 50 как вы видите да а вместе уберем обратно то будет 25 поэтому здесь очень вариативность повышенная смешно тратим как бы на орбитальный ассимилятор 25 и у нас есть еще 25 в итоге плюшка наша а вот здесь я думаю что в принципе меня все устраивает поэтому я осталось так есть перейдем дальше военный совет неразимо отважно сражались рядом с нами даже принесли в жертву свой мир почему их родиной всегда был айур они никогда не забывали об этом и о том какой ценой они были спасены ты говоришь об адуне и изрек судья зентион адуну не удалось уничтожить племена отступников тех кто называет себя темными тамплиерами мы увидели в сполах вечерней звезды и в тот момент адун предал свой рот отпустил еретиков избрав для себя иную судьбу он очистил айур от их скверных но позволил им жить предал адун предпочел геноциду милосердия он поступил благородно хранитель разве я вижу историю глазами ее участников артанис возможно поэтому ты не можешь правильно оценить былое правильность выбора можно осознать только спустя продолжительное время когда ты можешь оценить все последствия я хранить для меня история всегда настоящие я вижу ее глазами очевидцев как будто она творится сейчас сейчас я попытаюсь взглянуть на нее двоими глазами ну что ж попробуй принять нашу версию хотя бы попробуй нам не дали никаких новых бойцов поэтому заходить сюда стоит лишь для того чтобы сменить все-таки сталкеров обратно на драгунов потому что драгуны все-таки более сильные юниты и более дальняя по моему атака у драгунов нежели у сталкеров и центурионы мне нравится честно говоря больше потому что они выводят из строя врагов а это довольно важный шаг бессмертных же я менять не буду маскирующий воину давайте посмотрим вот мы видели очень эффективную способность это тамплиеров это очень классно и сейчас посмотрим какие же у нас мстители что они нам дают то есть но они просто будут возвращаться к базе а в случае получения высокого урона и зала а пока переходим на мостик и и идем на следующее задание шакура спал хватка амуна становится все сильнее чтобы выстоять в этой войне нам понадобятся не только воины как иерарху мне рассказали местоположение комплекса где ученые хала и экспериментировали с секретным оружием программа создания чистильщиков была возрождена в исследовательском комплексе на гласиусе мы должны получить столь мощную технологию ну раз должны давай перелетать все-таки на гласиус получим за это часовых гласиус там мы найдем лучшее и созданного в империи вооружения здесь возродили программу создание чистильщиков чистильщики запретное оружие конклав приказал их изолировать навсегда древние чистильщики находятся не здесь они по-прежнему в заключении здесь на гласиусе наши ученые разрабатывали прототип оружия на основе этой технологии то что ты говоришь недопустимо для халая немыслимая ересь силы амуна значительно превосходят наши мы на грани полного уничтожения нам не приходится выбирать это толдорины они нападают на комплекс амун прислал своих слуг готовьтесь к бою ну что ж сражаться против протосов не лучшее что могло бы быть ну ладно точнее это не протос этот пол даримы решение конклава ничего не значит для неразимов мы должны бы забыть о прошлом и смотреть в будущее толдорины сделают что угодно ради своего бога они серьезные противники чтобы мы не решили нам придется отвечать за последствия гласиус если бы не крайняя нужда мы бы никогда не приблизились к этому месту ну что ж перейдем дальше послевших военный совет ждет твоих приказаний окей толдоримы о них не было слышно со времен эпохи раздора с тех пор как протосовы соединились под светом халмы к сожалению некоторое время назад они объявились снова рахана мы долго считали их фанатичными служителями зелнага но в действительности они сделались рабами амуна почему они добровольно пошли за амуном никто не знает толдоримы называют себя избранными но для чего амун избрал их нам не дано знать это опасные противники именно они помогли амуну создать гибридов и проливали кровь во имя нашего главного врага протосы обратившиеся против протосов д.у. требует от нас отмещения их следует уничтожить если такова их судьба да будет так согласен особенно верно пословица точнее пословица высказывание придешь к нам с мечом отмечаю умрешь и как видите я угадал здесь есть новые диалоги хотя это не было отмечено вооружение числящиков которые разрабатывала здесь может пополнить наш арсенал я на это надеюсь но обоснованы ли опасения раханы халай на гласиусе создали несколько прототипов и даже провели их успешное испытание по слухам эти копии полностью воспроизводит личности тамплиеров побочный продукт гвантовой предиктивной аналитики это всего лишь машины каракс не стоит ожидать от них слишком многого мы тоже машины только у нас биологическая природа я часто поражаюсь глядя на наше устройство внутреннюю планировку выверенные формы наш аппарат зел нога создали нас как и мы когда-то стали творцами чистильщиков ну вот вот и кстати если заметить то мы тоже довольно таки выверены по форме и прочему у нас все одинаково в каком-то смысле исключением физиологических каких-то изменений в виде лица волосяных покровов и прочего ну ладно об этом можно как-нибудь в другой раз здесь нас ничего нового не ждет зря нажал есть только копье аду на с 25 очками которые нам некуда распределять ну что же из моих темных тамплиеров вызвали стать разведчиками они будут держать нас в курсе действия замечательно и что мне нравится то что здесь близзарды раскрывают намного больше историй если мы хотим получить технологии чистильщиков придется действовать быстро долгари мы вот-вот откроют огонь по лаборатории смотрите ну выполнить задание понятно не дайте искажающему учет подарим уничтожить ни одну вашу боевую единицу в задании запретное оружие вот это будет наверное немножечко сложно хотя посмотрим в зависимости от самого самого луча дам и уничтожить толдоримских врат или врат искривления хорошо 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 иерарх похоже материнский корабль толдоримов уже направил луч фазового искажения на систему орбитальной защиты гласиуса я а варак высший посвященный мне было воручено уничтожить этот комплекс вы опоздали хранилище технологий будет уничтожено вместе со всем этим жалким миром убирайтесь из этой системы пока у вас еще есть время и оставайтесь здесь и смотрите как ваши войска обратятся в прах мне все равно он ошибся в расчетах если мы начнем действовать немедленно у наших воинов есть шанс опередить луч искажения тогда чего мы ждем вот вот чего мы ждем а на самом деле знаете я как раз хотел спросить у близзардов почему он не направил чисто сразу на данный храм но смотрите у нас есть луч луч уже близко мы должны добраться до хранилища пока его не уничтожили дамы действительно должны добраться раньше чем лучше сделать это будет насколько я понимаю довольно просто наверное посмотрим ладно не будем загадывать не будем спешить у нас уже есть о точении пробочки часовые давайте звуками прогуляемся посмотрим что здесь вообще есть я думаю что если что мы под варгам вы нибудь зелки у нас это плохая идея чуть-чуть на побольше зелков я против сделки видимо нет давайте сделаем еще два зелка войска толдоримов собираются возле нашего нексуса приготовиться к нападению постой я активирую оставленных здесь часовых они могут восстанавливать щиты находящимся рядом воином замечательную а все наши брата используют технологию скрепление нам лучше придерживаться единой тактики вот так теперь мы можем вызывать часовых с помощью наших врат еще более замечательно давайте вызовем еще дополнительные часовых плюс они могут не хило так атаковать и посмотрим что да как если они атакуют воздух поскольку не изменяет память что просто классно и устанавливает естественно нам щиты что еще лучше замечательно да они конечно довольно долго это делают нам блин почему бы нет почему бы нет давайте драгунов продолжаем подкапливать наших рабочих ровно и не попадать под лазер который вот-вот пройдет по нам бежим вперед замечательно все просто великолепно и вот лазер проходит и значит мы этой группой должны теперь атаковать похоже ученые станции здесь оставили запасы необработанного салорита мы должны найти их если получится отлично салорит у нас действительно отлично а это значит что нам надо как-то будет с вами взаимодействовать ладно посмотрим вроде всего четыре зелка но если меня тоже довольно таки круто справляется со всем остальным но думаю это пока только на начале потому что вот появился immortal например обнаружили еще несколько часовых я немедленно в виду их вздруга сильно на вот восстановили себе энергию и давайте поглядим где здесь могут быть еще какие-нибудь интересные вещи посмотрим ах вот ты гад такой не уничтожай моих часовых пожалуйста сволочь так энергия у него закончилась теперь ему проблемно что-либо делать он конечно может нас поднять воздух но получится нормально если получится то это будет немножко бессмысленно так нужно как можно быстрее уничтожить здесь народ поставить здесь пилон наш и до варпить сюда наши войска а логично просто и я думаю что нам потребуются зелки и как минимум еще один дракон замечательно нам здесь открыли проход возможно здесь есть что-то возможно здесь нет ничего но думаю что там чинить скорее всего есть а нет это просто открытый проход и чуть-чуть минералов замечательно бежим 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 так надо сделать вот так вот на пятерочку и до варпливать сюда и все-таки наших ребят отлично давайте посмотрим что у нас здесь есть так здесь пойдет лазер я понял там ничего нет ничего хорошо идем сюда дальше устанавливаем ребятам замечательно что великолепно на мой взгляд так что у нас есть дальше учительку в которой бежит ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля нет проще покусить некоторые конкретные и не ты Блин, драгунов жалко на самом деле Так, давайте уничтожим все-таки Фатонку Замечательно Здесь тоже все минус Благодаря тому, что я поставил пилон Мы можем путешествовать довольно-таки беспроблемно И это классно Так, подварку троих этих и троих этих, ребят Нужно построить больше Я вернулся Я вернулся, замечательно Так, давайте как раз поставим пилон И надеюсь, он дает нам плюсы в виде лимита Да, он дает нам плюсы в виде лимита Замечательно Это значит, что мы можем подстроить здесь, например, еще одного зелка Что тоже само по себе просто великолепно Давайте включим щиты Мой путь сокрыт в тени Классно Убиваем иммортала Это важнее сделать Отлично Так, вот здесь вот есть два пути Я выберу Наш пилон атакован Активирую часа Я выберу вот этот путь И правильно сделаю, как оказалось Есть колосс С колоссом, конечно, могут возникнуть некоторые проблемы Если колосс убьем сначала Отлично Хотя против зелков он не так силен Могло показаться Но, тем не менее Так Быстренько, быстренько То, что наши пилоны атакуются Это не очень круто Мне нужно построить как можно больше здесь пилонов получается Давайте это сделаем У нас здесь появились еще часовые Замечательно Давайте забираем с вами Все и вся И надо быстрее, как можно быстрее проходить Плюс нам открыли ворота Теперь можем пробираться Намного шустрее Естественно, мне нужен пилон Но теперь Ввожу часовых из Азиса Теперь это будет немножко затруднение Ладно Так Наш пилон атакован Мой путь сокрыт Так Первый Флот Толдоримов пришел в движение К комплексу направляется множество транспортных кораблей Призмы искривления Хитрый план Аларак пытается включить древние системы защиты комплекса И обратить их против нас Так, хорошо Быстрее Замечательно Сделали минус Быстро, 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 быстро Под щиты Минус Замечательно Надо шустрее уничтожить их Замечательно Все, теперь можно более или менее нормально работать По всему остальному Более или менее Скорее менее чем более Ну окей Ну вроде бы Все сделали более-менее нормально Ладно Нормально, нормально, нормально Все хорошо Армию конечно нам покоцлили Но Ничего страшного Так Минус Минус Замечательно И давайте здесь сделаем Чуть-чуть дракунов Зелков Замечательно Мощь-воздух Так, вот сюда мы можем пройти Я предположу, что здесь что-то есть Возможный объект И мне интересно, что есть вот с этой стороны Скорее всего там тоже есть объекты Давайте быстренько прогуляемся И поглядим Прав ли я? Да, я прав Я получил еще один образец саларита Таки, да, я прав Ладненько, быстренько Быстренько проходим вот сюда За нами идут зелки, как оказалось По сталкерам Именно эти гады уничтожили Наших ребят И давайте мы с вами поставим А, нифига, да? Окей У меня нет такой возможности Ладно Доварпим двоих зелков И быстро пробегаем вот сюда Очень быстро Ребят, давайте, давайте, давайте Не тормозим Не тормозим Я просто предполагаю, что там есть Скорее всего Саларит Мне надо будет войти туда И потом обратно Так, давайте мы Подварпим на сексу еще зелков Да, я был прав Саларит действительно здесь Мы возвращаемся Мы забрали все образцы Необработанного саларита Ты только посмотри Они в превосходном состоянии Да, вообще замечательно Так, драгуны Часовых у нас там, в принципе, очень много Поэтому нам хватит, я думаю Я вернулся Дняга Феникс Ладно Смотрим Все у нас здесь хорошо Я думаю, что мне здесь Надо было бы для защиты поставить Некоторые пушечки Но, как оказалось Это не особо нужно Потому что нас, в принципе, Особо-то никто и не атакует Такие дела Ладно Давайте Мы глянем Можем ли мы подстроить еще другое Ну, да, можем И выходим уже На последнюю На последнюю нашу Задачу На последнее место Если минуснем колосса Чтобы он не выпендривался особо Замечательно Тем более колосса там охраняли Это не очень круто Давайте минуснем пушечку Чтобы она тоже особо не выпендривалась Мне здесь надо минуснуть Эти веселые мини-пилончики, так сказать Мы ставим прямо здесь И подвар прямо сюда зелков Замечательно Все В принципе, я думаю, миссия пройдена Я так полагаю Мой путь, сэкхер Потому что остудить Еще, собственно, сделать можно Все Готово Получаю доступ Быстрее, фазовый кузнец Наведите расщепитель на хранилище Шките все Я получил координаты Переношу контейнер на борт А ты не так слаб, как мне казалось, Орданис Мы еще встретимся Мы успешно доставили образцы технологий чистильщиков На борт копья Адуна Среди них есть один Прототип воина Нужно будет более пристально его изучить Вот здесь надо было уничтожить Шесть талдоримских врат Или врат искривления Но почему-то я их не нашел Возможно, какие-то из них были где-то спрятаны Скорее всего, где-то в начале Потому что я в конец защищал весь Ладно, всем спасибо И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok